здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из эстонии журналист родион денисов здравствуйте родион здравствуйте ну я ехал к вам сейчас у нас все достаточно напряженно автобусы ходят редко большинство людей в масках да и людей то на улицах немного меры в израиле принимаются еще не максимально достаточно жесткие практически чрезвычайное положение а что такое коронавирус по-эстонски у нас тоже чрезвычайное положение правда еще не так наверное все строго как вот описали вы люди в маске отдельно взятые ходят но пока это все-таки скорее исключение чем мы какое-то правило до улицы пусты но не потому что кого-то кого-то кто-то ловит и там пока запрещает патрули по улицам такого пока нет у нас тоже такого пока нет это я совсем разгустил краски но в любом случае действительно людей очень мало общественный транспорт ходит по расписанию но практически абсолютно пустой очень-очень многие люди пошли в так называемые домашние офисы кто но для кого это возможно для кого это невозможно просто пока отправили по домам поскольку это все достаточно все свежо то люди сейчас либо каких-то вынужденных отпусках либо просто от гула используют либо как-то отплачиваем неоплачиваемый отпуск и все все ждут того сколько это все продлится если это продлится долго тогда конечно начнутся большие большие проблемы пока на данный момент эти проблемы ощущают только туристические фирмы которые действительно уже теряют все и по всей вероятности в ближайшее время начнут банкротиться частично это ощущают скажем предприятие какой-то розничной торговли например цветов сегодня разговаривал с музыка с одним из крупнейших продавцов цветов в таллине и он просто сокрушал что все что бизнес летит тар тарары действительно выкидывают цветы тоннами и как спасать бизнес они не понимают со своей стороны правительство достаточно часто критикуемая в том числе с моей стороны предпринимать достаточно адекватные меры во первых она говорит что на успокойтесь мы пока никакой паники никакой никакого такого огромного кризиса нету пока все работает будем предпринимать усилия по защите местного населения и не только местного населения очень активно работает наше министерство иностранных дел которая пытается вызволить людей которые застряли где-то за границей в частности была большая проблема с доставкой людей которые застряли на польско-немецкой границы и вот для того чтобы их вызволить буквально вчера был отправлен за ними целый паром из талина и вот она вот сегодня должен видимо доставить этих людей обратно в эстонию радион сколько заболевших вообще если они вообще в эстонии до в эстонии на данный момент двести шестьдесят семь зараженных 8 из них больницы средние средний возраст заболевших от 30 до 49 лет понятно скажите пожалуйста а вот по поводу ограничений я хотел спросить в израиле на сегодняшний день в израиль ни один иностранец попасть не может только израильтяне которые возвращаются из-за границы мало все границы то есть практически закрыты у нас закрыты школы и детские сады и кафе рестораны мелкие бизнесы торговые центры то есть все любые места скопления людей закрыты максимальное количество людей но это как бы уже сказали у нас тоже отправлены либо в неоплачиваемые отпуска либо могут работать если есть такая возможность из дому вот на практике что какие с какими ограничениями столкнулись в эстонии детские сады пока работают и это сделано намеренно потому что все-таки люди должны на их родители где-то работать но за этим следят конечно за каждым ребенком и предпринимаются какие-то меры для того чтобы по возможности ограничить их тоже посещение чтобы они сидели дома но пока пока все-таки детские сады работают торговые центры в основном тоже работают особенно крупные в первую очередь мелкие магазины конечно позакрывались крупные торговые центры они работают но ограничили время своей работы запрещено ночная работа баров ресторанов продажа алкоголя то есть это можно только до десяти часов вечера делать хотя те же бары рестораны сейчас тоже стоят пустые вчера был в центре города у меня была неотложная деловая встреча и я едва нашел кафе в котором можно было бы встретиться с деловым партнером два рядом было закрыто одно я все-таки нашел это спросил я у девушки продавца как вы будете работать она говорит ничего не знаем но на данный момент мы пока работаем что касается мер со стороны правительства сегодня был озвучен план правительства на несколько миллиардов евро который поможет в первую очередь помочь тем фирмам которые оборот которых сокращается минимум на 30 процентов либо а 30 процентов работников сокращается либо у них заработные платы на 30 процентов сокращаются им всем будет обеспечена государственная помощь также государство будет возмещать с первого по третий день больничный у нас обычно три дня первые больничные они возмещаются сейчас это с три месяца март апрель и май будут возмещаться больничные также будут компенсированы затраты на отмененные с марта по апрель спортивные культурные мероприятия об этом уже тоже сообщало и правительство и и мэрия таллина и на мэрии других городов также сейчас ведутся переговоры с банками что делать с кредитами пока несколько банков заявили о том что они готовы делать отсрочки но проценты по кредитам все равно будут востребовать но разговоры продолжаются возможно каким-то образом это будет тоже решено то есть если этот кризис продлится скажем три месяца то наверное 100 не до с большими потерями но как-то все-таки из этого выйдет если это будет более трех месяцев продолжаться будут большие большие проблемы но все конечно зависит от того насколько будет широко распространяться эпидемия и насколько сколько людей будет заболевших я конечно очень надеюсь что до того как сейчас это распространяется прямо в той же италии все-таки здесь не дойдет эстонцы достаточно дисциплинированны и им сказали сидеть дома они сидят дома понятно сидят дома в основном а вот по поводу дисциплинированности я вас хотел спросить у нас в первые пару дней когда начали приниматься жесткие меры вводиться всяческие ограничения у людей сдали нервы и они бросились штурмовать магазины и тоннами закупать ну тоннами это фигура речи безусловно но достаточно внушительными объемами закупать предметы первой необходимости продукты туалетную бумагу туалетная бумага это по всей европе стала уже мемом просто я разговаривал с вашим коллегой в германии он тоже сказал что у них смелить туалетную бумагу ну правда через пару дней этот психоз прошел и когда люди увидели что из магазинов ничего особо не исчезло то то наступило некое спокойствие что в эстонии с этим происходит слухи точно так же как везде у нас ходят и ходили и ходят я сегодня уже новые слухи слышал но я не буду их распространять да действительно пошли за туалетной бумагой пошли за гречкой сахар малых упаковках весь купили на данный момент все опять есть есть туалетная бумага насчет гречки я не проверял сахар например если где-то нету килограммовых пакетов но есть 25 килограммовые большие пакеты но в любом случае поставки продуктов и каких-то товаров обеспечивается так как они должны обеспечиваться и тут проблем нету что касается границ вы спрашивали границы у нас закрыты но скажем для граждан эстонии они не закрыты граждан эстонии ждут со всех сторон пожалуйста наоборот наше министерство иностранных дел говорить приезжайте как можно скорее только здесь вы сможете уберечься от вируса мы сделаем все для этого единственное что сейчас кто приезжает в эстонию он должен пройти 14-дневный карантин как правило домашний карантин подписывается бумага и человек 14 дней не должен выходить из дома но в ехать сейчас можно другой вопрос чем ехать да я как говорил вот этот рейс который отправили в германию паром да люди приедут был вот один сейчас рейс нашей национальной авиакомпании нордика которые привезли часть народа тоже из европы российская граница со своей стороны россии уже закрыта хотя ну как она закрыта она закрыта для определенных категорий граждан те же российские граждане имеют полное право выехать в россию но тоже они знаю подпадают под карантин и граждане эстонии единственное что транспорт не ходит автобусы отменены несколько дней назад я как раз сам прибыл с санкт-петербурга на последнем автобусе который прибыл в ночь на 17 число после этого больше автобусного сообщения с россии не было завтра отменяется уходит последний поезд на петербург москву самолеты прекращают летать в общем-то с границей с финляндии морской границей она остается такая в принципе и закрыта и не закрыта но вот вчера было сообщение о том что люди которые ездят на работу туда раз в неделю имеют право все-таки пересечь эту границу если они подтверждают это наличием трудовых договоров но если бы это было перекрыто границ это была бы большая проблема потому что очень и очень многие жители эстонии работают в финляндии ездят туда практически если не ежедневно то еженедельно и просто на выходные приезжают домой сюда поэтому этот вариант пока еще есть и скажем те транзитные пассажиры которые все-таки каким-то образом будут вылетать через аэропорт ванта ванта в хельсинки им тоже в некоторых случаях будет обеспечена возможность обеспечена возможность проезда но в любом случае все свои передвижения нужно согласовывать с какими-то компетентными органами у нас финляндии и следить за обстановкой что происходит последний вопрос по поводу того как справляется медицина в эстонии с этой ситуацией потому что у нас резко возросло людей количество людей которые стали обращаться к врачу с различными симптомами которые как им кажется подпадают под симптомы это и заразы все это привело к большому количеству людей в очередях поликлиниках и многие поликлиники ввели такое удаленное общение с врачами по видеосвязи или по телефонной связи и так далее как обстоит дело с этим в эстонии в эстонии также все больше и больше применяется удаленные консультации людям дана возможность на основании некоторых симптомов самим открывать через электронное средство себе больничный и также закрывать их конечно за этим семейные врачи следят но в любом случае это вариатор это возможность есть точно так же можно по электронным каким-то каналам просить себе выписывать регулярные таблетки что касается регулярного приема в поликлиниках у семейных врачей то как правило он сейчас приостановлен только в самых крайних случаях он происходит в основном действительно дистанционно по электронной почте через электронные порталы либо по телефону это все происходит скорая помощь работать так как она работала больницы все ну для тяжелых пациентов не только по коронавирусу у нас тяжелых по коронавирусу пока в общем-то особо нету но по другим болезням они работают единственное что для посещения они полностью закрыты для гостей пока все работает как это все будет дальше развиваться сложно что касается того же тестирования на коронавирус государство приняло решение увеличить объемы тестирования в три раза то есть если до сих пор проводил всего около 300 тестов сутки будет около тысячи тестов день проводиться в дальнейшем может быть это будет еще увеличена но сейчас главная задача стабилизировать чтобы больше заразившихся новых не было и чтобы вот эта вот тенденция увеличения которая все-таки идет к ежедневно но несколько десятков человек прибавляется ежедневно она прекратилась и она пошла на спад радио вам большое спасибо за ваш рассказ за ваш комментарий и будьте здоровы в буквальном смысле этого слова спасибо большое и вам здоровья спасибо напомню что с нами на связи из эстонии был журналист радион денисов до свидания